Мы говорили о Григории Первом, да, еще можно отметить, что, конечно же, он был поборником миссионерства очень большим. Вообще, до того, как его выбрали папой, да, он сам хотел отправляться миссионером в Британию. Интересно, что к тому времени, там такая, если вы знаете историю, такая была фишка, что сегодняшние англосаксы, да, англичане, они, в принципе, не коренное население Британии. Это немецкие племена, которые жили на севере Европы. Там жили бриты, которые воевали с... были такие пикты там, кельты, это Шотландия, там Ирландия. Британцы были более, скажем так, цивилизованными, отбивали на беге этих варваров, у тех были и жертвоприношения человеческие. И на помощь себе в военный союз они позвали эти два племени, англые и саксы. Те пришли, помогли сначала, а потом остались, стали еще худшим наказанием для британцев, истребили почти всех британцев, некоторых оставили у себя как рабов, захотели власть. Там было еще племя Юты, которые пришли и образовали княжество, сегодня есть графство Кент. Кент, да, в Англии. Еще сигареты такие, да, есть сигареты, но они названы в честь княжества Кент. И интересно, что это первый народ, который обратился ко Христу. Оттуда и архиепископ Кентерберийский, который сегодня возглавляет как бы официальную церковь Англии. А после них уже обращались англые и саксы. И папа Григорий, он увидел на рынке рабов саксонских юношей, которых продавали. И видом они были как ангелы. И когда он узнал, что они язычники, еще какие язычники, он сказал, такие люди выглядящие как ангелы, не должны быть язычников. Откуда вы? Они сказали, из Британии. И он хотел отправляться туда проповедовать Евангелие, но позже, когда не смог уже, был папой римским, он отправил туда людей, проповедующих Евангелие, скажем так. И они боялись ехать к язычникам, но тем не менее у них был успех. И они насаждали там в Британии потом, ну, как христианство. Хорошо, слава Богу. И, конечно же, вот в Средневековье, еще мы с ранней церковью закончили, перешли в Средневековье. И в Средневековье были еще необращенные народы, и это было хорошим полем для миссионерской деятельности. Мы чуть-чуть об этом сейчас поговорим. О миссионерстве. Я уже упоминал кельтскую миссию, да. Это христиане, живущие в Британии. Это территория Ирландии, где велась работа. И самыми известными деятелями кельтской миссии было несколько человек. Один из них, один из самых известных, это Колумбан. Колумбан, Колумбан его звали, Колумбан. Он тоже был монахом, монастырь в Ирландии. До этого в Ирландии проповедовал святой Патрик, которого тоже можно отнести к кельтской миссии. Наверное, вы знаете, это почитаемый святой у ирландцев сегодня, самый почитаемый. Про него даже анекдоты есть. Есть, ну, это говорит о любви, не о насмешке, а о любви. Там все, колледж святого Патрика, команда футбольная святого Патрика, все святого Патрика. Есть такой анекдот, когда ирландец умирает, католик оказывается на небесах, и стоит человек в белом около Нового Иерусалима с ключами, да. И он помнит, бабушка ему рассказывала, что святой Петр стоит с ключами от Нового Иерусалима, кого-то пускает, кого-то нет. И он подходит, и тот ему говорит, старец, ну что, ты верил в Иисуса Христа? Ну, верил, как все верили, конечно. А молился? Ну, иногда за еду или когда тяжело было. Хорошо. А проповедовал ли кому-то? Ну, говорил, что надо делать добро. А сам добро делал? Ну, перевел там бабушку через дорогу один раз. Говорит, слушай, так плохо с тобой, что же делать? Ну, что ты хоть хорошего, хоть связанного с религией что-то сделал? Он говорит, я играл за команду святого Патрика в футбол, и мы выиграли. И тот говорит, давай быстрее проходи, пока святой Петр не проснулся. Он говорит, а вы кто? Я святой Патрик, давай проходи скорее. Ну, такая вот как бы шутка, но она говорит о том, что ирландцы расположены к святому Патрику. И на самом деле, я тогда вкратце перед этим про святого Патрика расскажу. Он сам родился в Шотландии, был шотландцем. Его дедушка и отец были священниками церкви. Он верующим не был. Был подростком еще, скажем так, не родился свыше. Однажды их поселение подвергалось нападению ирландских пиратов. И он был захвачен в плен, увезен в Ирландию. И там до определенного возраста юношеского служил как слуга или раб у одного из известных, важных жрецов-друидов. То есть языческий жрец. Он выполнял работу по дому и пас свиней. И во время вот этого вот плена он обратился к Богу, в которого верили его отец и дедушка. Не зря ему когда-то говорилось, проповедовалось. Он стал взывать к Богу. Он родился свыше. И даже он получил определенное водительство Духом Святым. Потому что в его истории упоминается такой момент, когда Бог ему конкретно проговорил. В такое-то время беги на побережье, там будет стоять корабль, на нем ты уплывешь на материк. Он сделал все, как ему было сказано. И на самом деле он уплыл на материк. Сначала во Франции служил при монастыре. Потом вернулся в Шотландию. Уже должность определенная у него была. И тут ему снится сон. Идет человек по имени Вариус, по-моему. Идет, если я не ошибаюсь, со стороны Ирландии по воде к нему. И несет кучу свитков. Это письма. И в каждом письме от имени ирландцев звучат такие слова. Святой человек, приди к нам, проповедуй Евангелие, живи среди нас. И он говорит, что этот сон был подобно, как явление Христа апостолу Павлу. Таким ясным, понятным. И он ничего не мог сделать, противиться Божьему установлению. И он поехал в Ирландию проповедовать Евангелие. Первое, кому он отправился проповедовать, это тот жрец, у которого он был в рабстве. Но вдруг что-то произошло невероятное. Говорят, когда он еще не дошел, а до жреца уже дошла вещь, что бывший раб идет проповедовать ему. И на него нашел какое-то безумие, он стал метаться по дому, поджег сам свой дом и сгорел в нем. Когда он пришел, увидел это обугленное строение. Он сначала был расстроен, но взял себя в руки, отправился проповедовать дальше. И главным жрецом над друидами считался король Ирландии. И у них был такой праздник язычный, когда в ночь зажигались огни. Но первый огонь на холме, каком-то там специальном, жертвенном, должен был зажигать король. Если кто-то зажигал раньше короля в этот день костер, его предавали смерти. И король вместе со своей свитой отправляется туда, к этому холму. Приходит и в шоке от такой наглости, потому что святой Патрик сидит уже, развел костерчик там, ноги греет, не знаю, картошку бечет. И он взял его, и когда воины хотели схватить его, тоже напало безумие, они стали избивать друг друга. Кто-то в костер упал, загорелся. Это произвело такой шок на короля. Король не обратился, но там были его родственники, сестра, кузены. Они уверовали, обратились после проповеди в христианство. Единственное, что сделал король, выписал ему грамоту, чтобы он мог проповедовать по всей Ирландии. Но одно дело бумажка от короля, другое дело, что его все равно нигде не принимали, и друиды настраивали против него людей. В то время, знаете, был такой, как вот сегодня говорят тоже, пауэр евангелизма. То есть, что он делал? Он приходил, срубал священные деревья, становился на них и проповедовал. И говорил, если ваши боги, не вы, а ваши боги, сильнее моего, пусть они накажут меня. Ничего не происходило, конечно же. Говорят, что служение святого Патрика сопровождалось чудесами и знамениями серьезными. Он крестил более 10 тысяч человек самолично и начал около 300 приходов. Безвыездно он же жил в этой стране. Там он ушел к Господу. Его очень почитали. И, знаете, после его смерти Ирландию стали называть земля святых. То есть, настолько сильно он повлиял на изменение народа. Сейчас трудно так сказать об ирландцах. Там всего хватает. Но тогда это было так. И было такое, что его не впускали в город, допустим. А его сажали, избивали. Но он выходил как бы опять и проповедовал. Он подходил к городу. Мэр города или кто там у них был, хозяин города, приказывал закрыть ворота и не пускать его. Они были язычниками. И он становился у ворот, начинал славить Господа, петь, молиться. И вдруг какая-то сила сходила, и ворота ломались, рушились. И он входил в город и проповедовал. Конечно, на людей это производило впечатление. Люди обращались. За больных он молился, там исцелялись. И так далее. И он был одним из основоположников вот такой как бы ирландской миссии. Его почитают до сих пор как такого известного ирландского святого. Его называют апостолом Ирландии. И действительно апостол Ирландии. Пусть... Интересно, что тогда, я уже говорил, кельтская миссия не подчинялась Риму. И потом с этим вопрос возник, мы будем говорить. Но это помогало им сохранить где-то вот такой действительно первоапостольский дух. Идти, проповедовать, рисковать, может быть, жизнью за Христа. Вести простой образ жизни. Это их отличало. Еще один и уже последователь его, это вот Колумбан. Колумбан, который жил в Ирландии, в монастыре. И потом с группой 12 товарищей отправился в благовестническое путешествие по Британии и Бургундии затем. Колумбан. А до него был такой тоже ирландский монах Колумба. У которого была миссионерская база на скалистом острове Ионы. Остров Иона. Это у них именно была стратегия посылать группами, где у каждого был различный дар. И у каждого была особенная, кто-то был педагогом хорошим, кто-то духовником, кто-то еще кем-то. Интересно, что вот монахи с острова Ионы, они выкупали рабов у пиратов, которых те захватывали в различных странах. Освобождали их, он жил как равный. Обращали его в христианство, чему-то там обучали. И потом отправляли к нему на родину проповедовать Евангелие. То есть такая тоже интересная стратегия была. Хорошо. И Колумбан, мы уже говорим о Колумбане. Он нес Евангелие языческим племенам со своими друзьями. Слава Богу. Рисковали жизнью, естественно, очень часто. Но тем не менее. И Кельтская миссия и Колумбан, они ставили Иерусалимскую церковь выше Римской. Они отдавали ей предпочтение. То есть у них была вот такая вот связь и с Ветхим Заветом, и с историей. И он был не согласен с притязаниями Папы Римского на руководство всеми христианами. И он, допустим, он пишет приемнику Григория I, там был Бонифаций IV, он пишет, «Ты почти небесный, и Рим глава церквей мира, за исключением особенного преимущества, принадлежащего месту воскресения Господня». То есть все равно как бы ставит. И из-за этого у них потом были проблемы, и они были преследуемы римскими христианами все равно. Папа Римский сделал все, чтобы Кельтская миссия подчинилась ему. И в конечном итоге так, ну, наверное, к сожалению, и произошло. Хорошо. Один из его помощников и лежащих друзей, его звали Гал, его называют апостолом Швейцарии. На то время, когда Евангелие распространялось всюду, Швейцария, вот казалось бы, Швейцария, да, была таким оплотом язычества. Центр Европы, он так немножко был недостигаем. И Гал считается апостолом Шотландии, где он открыл несколько... О, Швейцарии, прошу прощения. Несколько приходов и несколько монастырей. Хорошо. И интересно, что уже позже, в VII веке, когда христианство вроде бы укрепляет везде свои позиции, то христианство, о котором мы говорим, вдруг появляется некое новое религиозное явление или движение. Это ислам. Это ислам. Да. И... Основателем ислама является Мухаммед, да. Годы жизни 571-632. Так, коротко мы. Мухаммед, 571-632. Выходит из самого такого продвинутого арабского племени корейшев. Его отца звали Абдаллах, раб Аллаха. Он был таким мелким купцом и умер еще до рождения его. Потом умерла и мать. И он жил со своим дядей. Воспитывался дядей. С детства он зарабатывал сам на хлеб, то ездил торговал с дядей, то нанимался пастухом. Родился, жил в Мекке. Родился, жил в Мекке. Потом поступил на службу к одной богатой вдове. Ее звали Хадиджа. Она была старше его на 15 лет. Между ними возникли чувства. И он женился на ней. И сразу стал богатым человеком. Говорят, что жили хорошо, не ссорились. Семейная жизнь была нормальной. Но когда она умерла, он несколько жен себе взял там. Скажем так. Да. Хорошо. Что еще? Говорят, что с детства у него иногда были припадки, похожие на эпилептические. И позже уже, будучи взрослым человеком, он имел общение с евреями во время своих путешествий, когда он еще торговал, имел общение с евреями и имел общение с христианами, католиками, но армянианского толка. И, конечно же, это произвело на него впечатление. Он видел уровень жизни арабов, мораль, верования, отношения. И то же самое у евреев и христиан. Видел предпочтительность жизни тех, уровня жизни тех. И он понял, как бы до него дошло, что проблема все в язычестве, в многобожии. А в то время у арабов было 300 чем-то, 360 идолов. 360 идолов в Мекке хранилось. Они были много... Одним из этих идолов и был Аллах, которого он потом сделал как бы верховным и единственным божеством. Где-то, когда ему было лет 40, он стал уединяться для религиозных размышлений. В пещеру уходить, думать об этом, молиться, чтобы Бог ему открыл. И по преданию ему явился архангел Джабраил, архангел Гавриил, получается, посланник от Бога. И он пережил приступ сильнейший. Тот ему сказал, что нет Бога, кроме Аллаха, и ты будешь его посланником, последователем. Говорят, что после своих приступов он по несколько дней болел и кричал, как молодой осел во время их. То есть переживая, видно, боль, какую-то истерику, не знаю, не мог прийти в себя. И долгое время он боялся... Какое-то время, вернее, он боялся, что, может, дьявол его искушает. Может, это не от Бога ангел. Ну, его жена Хадиджа убедила его, что это от Бога. Она первая, кто уверовала в избранность своего мужа и приняла ислам. Потом его ближайшие родственники. Как это произошло? Такой случай смешной достаточно для нас. Когда они находились в спальне, явился ангел. Он говорит, я его вижу. Она ангела не видела, естественно. Но чтобы проверить, Божий, это ангел или нет, она оголила грудь. И ангел типа исчез, потому что ему стыдно было. И они сделали вывод, что это Божий ангел. Вообще, это ерунда все. Вилами по воде, как бы говорится. Вот из этого сделали, что если этот ангел, он смутился и исчез, значит, это Божий ангел. Наверное, бы типа сатана разглядывал. Ерунда такая. Я думаю, ангелов вообще это интересует постолько-поскольку. Вот они, если хотят, могут без этого абсолютно обходиться. И он это принял. Потом ему было видение, когда на грудь ему ангел положил свиток и сказал, Карапа, арабский читай. И он стал, в общем, проповедником ислама. Сначала он был гоним, ему из Мекки пришлось бежать в Медину, да. И его преследовали. Потом он вернулся уже, у него стало больше последователей. Первые мечети, знаете, были какими? Рисовали квадрат на земле и в нем молились. Это была первая мечеть. То есть не было еще той пыжности того, что есть сегодня, возможно. В конце концов, серьезно, он получил поддержку знатных людей, богатых людей, которые поддерживали, спонсировали его. И ислам стал распространяться сначала среди арабов, а потом и дальше по всему континенту. Само слово ислам переводится как покорность. Покорность. И я уже говорил, когда культы преподавал, что там обязательно для мусульманина это молитва пять раз в день. Определенный процент милостыни он должен давать. Одномесячный пост раз в год, да. И паломничество в Мекку необходимо сделать раз в жизни. Вот. Сам Мухаммед Коран не писал. За него писали его ученики, его последователи. И там есть несостыковочки некоторые. И есть, не могут определить хронологию сур, то есть глав, какие раньше. Потому что есть главы, которые одна отменяет другую. Но если не понять, в какой хронологии их ставить, их можно поставить как угодно и сделать выводы, какие угодно. И походу, что получается, что так и есть, по сути. Да. Хорошо. Что еще? Вообще-то историки ислама, многие говорят, что больше для распространения ислама сделал даже не Мухаммед, а его последователь, ближайший сотрудник Амар. Который сам сначала противился исламу, был убежденным язычником. Но потом, как-то, каким-то образом произошло, не описывается это в истории подробно, он пересмотрел свои взгляды и поддерживал Магомеда. Магомед назвал его Мухаммеда, да, он назвал его халиф, халифом, это был первый халиф, по-арабски это обозначает наместник, заместитель или преемник. Потом стало множество халифов, если вы знаете, да. И когда Мухаммед умер, после его смерти, он стал руководителем мусульман. До него, до встречи и дружбы с Амаром, Мухаммед еще говорил, что ислам нужно проповедовать с помощью убеждений. Но вместе с Амаром они уже перешли к оружию, и стало ясно, что ислам можно насаждать и с помощью оружия. Как один исследователь ислама сказал Мухаммеде, он был мирным проповедником, пока не вынул меча из ножа. Ну и понятно, конечно. Умер он в 632 году, заболев смертельной болезнью. Хорошо. Я знаю факты, что вроде участвовал. Источники, даже караваны грабили они там. Так что источники разные на самом деле. Хорошо. После него остался вот этот Амар, который объявил себя эмиром. Тоже сегодня есть такое слово в исламе, в арабском мире. Переводится как вождь. Как вождь. Эмир переводится как вождь. И, конечно же, изначально их целью было искоренить язычество. И поначалу даже они более-менее снисходительно относились к евреям и христианам. Даже лучше, чем с христианами. Было такое, что, допустим, у халифа, мусульманина, были ближайшие советники. Один еврей, другой христианин. И такое было. Когда мы будем говорить о крестовых походах, мы будем видеть, что рыцари вели себя гораздо хуже христиане, чем мусульмане. И те были первое время более снисходительными на самом деле. То есть они говорили, даже было такое, что некоторые богословы говорили, что иудаизм и христианство – это правильные религии, но которые уже изжили себя. И сейчас как бы новая стадия, виток развития – это ислам. Потом со временем появились запрещения на некоторые вещи. Допустим, был запрещен колокольный звон. Кресты должны были ставиться не наружи зданий, а внутри. То есть вот такие преобразования мусульмане стали делать в христианах. Нельзя было устраивать публичных похорон. И, конечно, христиане должны были уступать дорогу мусульманам и так далее. То есть поднималась суть мусульманина, христианина потихонечку принижалась. Если христианин непочтительно обращался с мусульманином, конечно, было наказание. Вплоть до смертной казни. Ислам распространялся. Египет, Сирия, Палестина, Месопотамия. Потом Персия, на Кавказ пошел. И сегодня мы имеем то, что имеем. Интересно, что когда ислам приходил в некоторые страны, в Египет тот же, допустим, большинство населения, считавшееся христианским, без боя сдалось и применило ислам очень легко. Почему? Во-первых, ненавидели своих христианских типа правителей, которые издевались над народом. Во-вторых, были уже достаточно формальными верующими, по сути, не знающими Бога, не рожденными свыше. И для них все равно вообще было в кого верить. И когда им чуть-чуть стали угрожать, в многих местностях люди просто принимали ислам и даже не пытались отстаивать свои христианские убеждения. И ислам, конечно, стал угрозой и для Европы потом. Все время он пытался захватить эту часть. И для римской, а особенно византийской церкви тем более. Хорошо, вот возникло такое течение религиозное в то время. Также я уже говорил, что мы чуть-чуть еще поговорим о монофизитстве и монофилитстве. О монофилитстве, а монофилитов и монофизитах. И мы говорили, что монофизиты – это сторонники, переводится как единоестественники, что ли. Одна природа, одно естество. И помните, они говорили, что божественная природа поглотила в Иисусе человеческую природу. Мы уже говорили, что он не чувствовал страдания, они думали, не чувствовал голода. И на Четвертом Вселенском Соборе это было осуждено. Больше всего монофизитов было в Египте. И вот от них произошли потом христиане-копты. И интересно, что сегодня египтяне... Копты – это вообще настоящие египтяне, более настоящие египтяне, чем те египтяне-мусульмане, которые живут сегодня. Египтяне-мусульмане смешались с арабами и другими исламскими завоевателями. Копты более темные, они отличаются. И именно они являются аборигенами, то есть настоящими жителями Египта того времени. Хорошо. Она существует до сих пор, и до сих пор исповедует эта церковь коптская монофизитские взгляды. И также монофизитские взгляды до сих пор есть в эфиопской христианской церкви. Тоже, которая не отреклась от монофизитства в то времени. Также монофизитство, я уже говорил, оно сегодня есть в Армении. Сегодня она называется Армяно-Григорианская церковь. И там есть свой католикоз. И они, естественно, считаются православной церковью иеритиками. И сами же делятся отдельно. Их не приглашают на соборы, у них нет там особого сообщения и так далее. Также появилось движение уже из монофизитов. Вышло близкое движение, которое называли, последователи которого называли монофилиты. Кто такие монофилиты? Если монофизиты говорили о том, что божественная природа поглотила природу человеческую Христа, то монофилиты, у них был вопрос о воле. Сколько воли у Христа, если он одновременно и Бог, и человек. И ортодоксальное христианство считает, что у него две воли. Человеческая и божественная. Но он просто, и они остаются, но он предпочел исполнять божественную волю. Помните, когда он говорил в Гефсиманском саду? Пусть чаша минует, если возможно, но, впрочем, не моя воля, а твоя да будет. И подчинился. Монофилиты же учили, что божественная воля также поглотила человеческую. То есть он не мог принимать человеческих решений, а как бы Господь заставил его, что ли. У него даже и выбора, скажем так, не было. И он просто вынужденно исполнял волю Божью. В этом и было основное расхождение. Это также было объявлено ересью и потом было осуждено. Было осуждено это на Шестом Вселенском Соборе, который произошел в Константинополе в 680 году. Шестой Вселенский Собор, Константинополь, 680 год. Монофилиты стали преследоваться. И они ушли из Византии на территорию Сирии, Ливана современного. Нашли предстанище на территории. Там был такой монастырь Святого Морона. И до сих пор есть огромные общины в Сирии и Ливане, которые, я уже говорил, называются Моронитами. Из-за того, что название монастыря. И они вот именно являются сегодня монофилитами. Хорошо, слава Богу. Пойдем дальше и отметим следующий шаг. Интересно, что мы закончили седьмым веком, переходим в восьмой век. Интересно, что в восьмом веке возникла, обострилась, вернее, скажем так. Эта проблема была всегда, но в восьмом веке она обострилась. Проблема поклонения иконам. Которая, по сути, уже икона поклонения, икона почитания была в церкви. Но к этому времени она начала обретать такие официальные формы. Если до этого она была, ну просто, как само собой разумеющаяся, как часть, сейчас она стала принимать официальные формы. В связи с этим в восьмом веке возникло движение, которое было названо движением иконоборчества. Иконоборчество. И знаете, об этом, конечно, не говорят, не афишируются. Многие простые люди этого даже не знают. Но в православии и католицизме было достаточно людей из епископов, из пресвитеров, из духовных лидеров, которые являлись иконоборцами и выступали против почитания икон и статуй. Даже приказывали вынести все это из храмов. А нам говорили никаких религиозных изображений. Было время, когда в храмах в Византии на Востоке рисовали просто природу, цветы, зверей, птиц. Такое вот, представьте. Так вот. Но только не иконы. Хорошо. Интересно. Да, а мы сейчас будем об этом более подробно говорить. Слава Богу. Есть предание, что первую икону нарисовал святой Лука. Но на самом деле это только предание. Ничего подобного как бы не было. И мы говорили, что до 3-4 века практически этого не было. Это не было нормой. Нормой это стало уже позже, к 6 веку и так далее. Хорошо. Конечно же, многим язычникам, приходившим из язычества в православие, в католицизм, важно было видеть изображение. Они просто ассоциировали это с идолами, которым когда-то поклонялись. А так как невозрожденных людей было много, неграмотных людей было много, это стало нормой. Церковь окунулась, выдала поклонство. Понятно, что грамотная часть церкви могла уже там рассуждать, философствовать, что ну нет, 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 они не поклоняются. Просто уважают тех, кто там нарисован. Но простой народ именно поклонялся. Именно молился святым. Они приходили, знаете, когда это еще не было общей практикой, они приходили и к иконам платочки приставляли или тряпочки и считали, что это осветилось потом. Вот, то есть, ну, целовали, то вообще даже не говорим об этом. Замызгали некоторые иконы. Очень серьезно. Хорошо. Одним из, как бы, начинателем иконоборчества и одним из видимых иконоборцев был император Лев III. Он был император Византии. Император Лев III, император Византии. Стал императором в 717 году. Стал императором в 717 году. Он был такой энергичный человек, 717-й. Да, основатель иконоборчества. Энергичный человек, политик такой, полководец выдающийся, правда грубоватый такой солдат был. Византийский император, Лев III. Византийский император, Лев III. Сумел защитить Византию от нападения арабов. Укрепил ее во время своего правления. Но вот с казной, как бы, есть несколько версий, но вот одна из самых правдоподобных с казной у него были проблемы. Надо было пополнять казну. Всегда царям, королям это нужно было. У кого деньги, как правило, и много их? У евреев. У евреев. И он как бы нормально относился к ним. Он вызвал их однажды и сказал, так, все, все становимся христианами срочно. Они перепугались, ожидая каких-то репрессий и так далее. И как бы они говорят там, что ну ладно, какие-то вещи в своей вере мы, может быть, и уступим так под давление. Изменим. Но идолопоклонство это уж слишком. У вас идолы одни. Он такой прислушался, да, хорошо. А еще был такой момент, что уже мусульмане того времени открыто называли христианство язычеством. Они говорили, христианство от язычества ничем не отличается. Оно полно идолов, и люди в христианстве поклоняются идолам. И упрекали, как бы, их христиан за это. Короче, Лев Третий решил начать реформы, да. Делал это он, конечно же, на уровне как политик. Он был умный человек и понимал, что уже определенная крайность существует в иконопочитании. Повод давали ищущим повода этим. И он начинает борьбу с иконами. Он издает и дикт, в котором повелевает иконы в храмах помещать так высоко, чтобы их нельзя было целовать, и им нельзя было поклоняться. Но люди все равно продолжали это делать. Это не вопрос. Тут же это вызвало реакцию, потому что были люди, защитники иконопоклонения, и они начали защищать, ну, как бы, эту сторону, религиозную сторону жизни церкви. И тогда он раздраженный, он такой властный правитель был, раздраженный их выступлениями, сказал, что вообще запрещаю поклонение иконам как-либо, из храмов иконы вынести. Он был вояка. Военным дал это распоряжение с этим разбираться. А у военных же все просто, да. Да, пришли. Причем они брали и очень жестоко расправлялись, как бы. То есть, ломали иконы, сжигали. Скажем так, смотрите. Для нас сегодня тоже крест является символом, правда? То есть, мы не целуем крест, не поклоняемся ему. Но есть моменты, как вам объяснить. Допустим, вот как один брат говорил. Вот у нас в церкви стоит в фойе крест. Ну, просто как видимый образ. Ему никто не поклоняется. Ему значение религиозного обряда не придается. Но если бы кто-то вошел, стал на него зонтики вешать, шляпы вешать, да. Обязательно бы люди подошли и сказали, слушай, не надо этого делать, потому что ассоциации нехорошие. Правда же? То есть, даже реформы эти, да правильно делали, что проводили иконы с иконоборчеством. Но можно было это делать более грамотно, скажем так, да. Военные не церемонились. Они это делали настолько грубо, что вызывали возмущение людей. Люди начинали бунтовать. Людей убивали. Убивали вообще войны иконоборческие. Связаны с таким, с такой жестокостью, с такими вещами. Потому что там же монахи, движение монахов стало основным движением, защищающим иконоборчество. Что вызвало агрессию против монахов и монастырей. Военные грабили монастыри, убивали монахов. Монахи насиловали, такое было. Иконы уничтожали. Простолюдины прятали иконы. И в это время начинаются чудеса, связанные с иконами. Именно в это время. Они там исцеляют, они там еще что-то делают там. Вот так далее. То есть, понятно, что это вызвало обратную реакцию. Даже один из монахов пришел к Льву Третьему и говорит. Ты неправильно делаешь, как бы. Вот смотри. И достал монету с изображением моего императора. Бросил и стал топтать. Тот разозлился и его казнил, как бы. То есть, никто не за иконы, правда же? Евангельские христиане, мессианские евреи. Тем более. Павлу и в голову не могло это прийти. Но можно было это делать не так жестоко. А на Западе начался обратный сценарий. Иконоборцев стали уничтожать и убивать. Конечно, это такие тяжелые времена для церкви. Хорошо. Западный Папа Римский, да. Это был уже Григорий Второй. Конечно же, он ополчился на Льва Третьего. Предал его анафеме и так далее. Тот, в свою очередь, не обратил на это никакого внимания. И иконоборчество продолжалось. Конечно же, знаете, возможно, иконы и появились, как Евангелие для неграмотных. Но все может доводиться до крайности. Если вы помните, когда-то Господь сказал воздвигнуть медного змея, да, глядя на которого, евреи исцелялись. Прошло время. Его стали звать Нехуштан. И ему стали поклоняться. И Езекия, по-моему, да, он его по Божьему благословению убрал. Потому что, знаете, некоторые вещи, на самом деле, которые были вчера полезны для нас, сегодня могут стать для нас идолом. И вот этого нужно беречься. К этому нужно относиться достаточно осторожно. Правда же? Хорошо. В 741 году умер Лев Третий. В 741 году умер Лев Третий. На престол зашел его сын Константин Пятый, который также поддерживал отцовские реформы по иконоборчеству. Константин Пятый. Также проводил линию отца. Также проводил линию отца. После него пришел Лев Четвертый, его внук, ну, Льва Третьего. Тоже проводил линию деда. То есть в трех поколениях иконоборчество поддерживалось. В трех поколениях в Византии иконоборчество поддерживалось. То есть это довольно долгий период, довольно долгий пласт времени. Внук Лев Четвертый. В честь дедушки, наверное. Затем, после этого периода, империя стала править. Правительница Ирина. Императрица Ирина. Императрица Ирина. Она родственница тоже была. Там должен был ее сын на престол зайти. Пока он был несовершеннолетним, она была у власти. Какой это год. Сейчас, наверное, я скажу. Ну вот, 787. 787 год. 787 год. Ирина, да. Кстати, в православной церкви, в восточной церкви, она канонизирована и названа святой Ириной. Хотя историки говорят, что, как бы, свою сознательную жизнь всю, она была лесбиянкой. И это, как бы, факт такой явный, да. Именно она возвратила поклонение иконам и статуям обратно. То есть, ну, об этом мы чуть-чуть поговорим уже завтра и закончим. В конце жизни даже ее образ жизни вызывал, ну, как бы, такое отторжение у самых близких людей, что в конце жизни, я знаю, она была со своими служанками сослана на какой-то остров. И там провела остаток жизни в ссылке. Ну, ни в чем не нуждалась. Тогда такие ссылки были для такого рода людей, да, высокопоставленных. Но, тем не менее. И она сегодня канонизирована православной церковью. За что? За то, что была инициатором возвращения икон. Она была такой себя любивой, чеславной, достаточно жестокой женщиной по описанию. Ну, вот, тем не менее, сегодня она почитаемая и святая. Поэтому к этому нужно относиться очень осторожно, да. Ну, как вот мне больше по духу сегодня западная церковь, которая хочет скорее не допустить канонизации, чем сделать ее, да. Хорошо. И мы также относимся сегодня к авторитетам. Вы знаете, не вопрос. Всегда будут подниматься авторитетные лидеры в евангельских церквях, в движении христианском. Они всегда будут. К этому мы должны относиться достаточно сбалансированно. Конечно же, мы должны принимать людей от Бога. Правда же? Есть дары от Бога, которые призваны выполнить какую-то часть в истории церкви, да, в жизни церкви. В каких-то случаях важно послушание, почитание, оказывать сугубую честь, как написано, может быть, в Писании. Но, вы знаете, ничто никогда не может быть выше, чем Священное Писание и сам Бог. Амин. Работы христианских лидеров не могут стать значительнее и авторитетнее из Священного Писания. Мне нравится в этом подходе Павел. Он говорит, а если я или ангел с неба придет и будет иное Евангелие проповедовать, да будет анафема. То есть, он говорит, гоните меня в шею, пожалуйста. Он не заботится о собственном авторитете, о собственной жизни, да, о собственном служении. Он говорит, ничто не может быть выше Слова Божьего. И сегодня так нормально относиться, ну, как бы, если лидеры христианские так относятся к себе в церквях. Когда мы начинаем, у нас библейскую школу, у нас есть библейская школа, жатва годовая, которой обязаны все пройти члены церкви. И первая тема – это авторитет Слова Божьего. И так получается, что я ее даю. Сейчас, наверное, что-то будем менять. Есть там другие темы. И, начиная я эту тему именно со слов Павла, что, а если я или ангел с неба, или кто из лидеров церкви будет иное Евангелие проповедовать, да будет анафема. Так и должно быть в нормальной церкви. Хорошо. Давайте помолимся и заканчиваем. Господь, слава Тебе. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты говоришь в нашу жизнь. Ты не останавливаешься. Ежедневно Ты можешь освежать ее. Ежедневно Ты можешь касаться нас. Ежедневно мы можем иметь откровение от Тебя. Ежедневно мы можем пребывать в молитве Божьей, в Твоем слове. Мы так благословлены тем, что Ты есть в нашей жизни. Мы забываем все прошлое. Мы забываем все заднее. Мы продвигаемся вперед в Твоей воле. Это здорово. Мы благословляем Твое Святое Лицо тогда, когда Ты благословляешь нас. И я молюсь за каждого студента, чтобы он исполнил то, к чему призван. На 100% и ничего в своей жизни не оставил неисполненным. Спасибо и слава Тебе. Великий Господь во имя Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok